Если ты будешь только делать то, где у тебя стопроцентное одобрение, ты будешь абсолютно нерелевантный, ты будешь просто невидимкой. Что бы ты ни делал, у тебя всегда будет огромное количество противников. В 20 лет ты думаешь про то, что другие про тебя думают, потом в 40 лет тебе становится без разницы, а в 60 лет ты понимаешь, что все это время про тебя вообще никто не думал. Скоро мы сможем по всему миру путешествовать и везде будут свои. Где можно встретить Оскара Хартмана, как стать его учеником? И здесь я хотел тебя попросить в двух словах рассказать о программе Impulse Fellowship, которую вы делаете сейчас с Игорем Рыбаковым. И мне довелось тоже опробовать эти механики. Хочу личным опытом поделиться и сказать, что после возвращения у меня появилась такая ясность и нацеленность на результат. Я вот и сказал 50 встреч, у меня там 52, мне кажется, на этой неделе встречи, поэтому я вот побыл с тобой 4 дня, вернулся и примерно начал жить как Оскар Хартман. Слишком хорошо, когда есть две разные недели. Вместо того, чтобы делать две средние, лучше делать вот две такие. Полностью с этим согласен. Меня можно встретить на стадионах. Я очень люблю стадионы. Я люблю вообще все спортивные объекты. Вот я просто кайфую, когда есть атмосфера спортивная в целом. Соответственно, так в разных бизнес-клубах вообще вот то, что мы рассказывали. Но еще мы делаем образовательные программы. Очень редко, один раз в год или два раза в год, когда мы сами хотим какую-то идею внедрить в свой мозг. Недостаточно прочитать цитату в инстаграме или увидеть ее видео в ютубе. И иногда не надо даже добавлять новых идей. Как лучше внедрить те идеи, которые... Вот идея благодарности уже есть. Да, мы говорили... Сколько раз мы уже слышали благодарность? А сколько людей внедрили это в свою жизнь? Вот вместо того, чтобы добавлять вечный список менее важных идей, как насчет того, чтобы вот одну идею более мощно... И вот я про это думаю. Я думаю не о том, что... А, да, это я знаю, это уже понятно, это уже тысячу раз читал. И что? А чтобы внедрить какую-то идею в свой мозг, мы создаем вот такие опыты, когда совпадает пиковая эмоция, пиковое окружение, да, люди. Вот место, люди, эмоция и идея. И в совокупности это дает изменение действительно твоего поведения в будущем. Это импульс, да, это импульс. И, соответственно, мы посвящаем, например, целую поездку в стиле Индиана Джонс. Там это должно быть обязательно что-то очень запоминающееся, очень интересное, где все продумано, каждое место. Не просто так, а вот какое место больше всего символизирует благодарность. А что мы можем там сделать? А какие есть, чтобы прочувствовать, увидеть, чтобы это навсегда осталось, да, соответственно. Я очень много про это думаю. Есть топ-10 идей, которые создают самые невероятные жизни людей. Когда я встречаюсь со всеми этими чемпионами, я очень много провожу время и со сборными, и с разными людьми. У них не какие-то другие, они просто, эти же идеи, только они более сильно, да, они их боли, они их чувствуют, вот это для них это уже не идея, а просто жесткая проводка электричества, где они не могут, они просто не могут, и все. Они не могут взять какой-то вредный продукт и положить его в свое тело. Это просто не работает, не дает. Поэтому, чтобы вот на свой мозг так влиять, мы создаем вот такие поездки, собираем там очень-очень интересных людей, которые в том числе на нас влияют. Мы их отбираем, да, потому что люди, с которыми мы проводим время, на нас влияют. Да, и делаем определенные маршруты, вот где мы совещаем это все, и возвращаемся и в идеале другими, другими, да. Я хочу подсветить еще одну возможность для предпринимателей и, пользуясь случаем, пригласить тебя на большое мероприятие, которое у нас состоится в Эквиум, Германия. Это в сентябре мы будем делать встречу для предпринимателей со всех стран. И Эквиум сейчас уже в восьми странах, и достаточно много людей подтвердило свое участие. И все говорят, ну, Оскар же будет. Германия, это же. Очень хочется, пользуясь случаем, во-первых, тебя пригласить. Спасибо. Стать частью этого праздника. И, в общем, международный Эквиум, я думаю, там можно будет прожить во всей красе. Да, скоро мы сможем по всему миру путешествовать и везде будут свои. Да, я наблюдаю за тем, что мы уже это делаем. Это прекрасно. Мы с тобой недавно обсуждали подход к ведению социальных медиа, к публичности. И я знаю, что у тебя был перерыв некий, да, в публичном поле тебя не было. И я хочу попросить тебя поделиться твоим ощущением, да. Ну, то есть, что для тебя жизнь в публичном поле и без нее, что поменялось. Чувствовал ли ты, что тебе чего-то не хватает. И что для тебя, вот, публичное проявление, которым ты, в общем, мне кажется, влияешь сильно. Во-первых, я отгрузил тератону энергии в книги, посты, видео, которые я сделал с 2017 года до 2022. За пять лет, у меня пять лет было суперпродуктивного, ну, прям круто, как много можно сделать, если какой-то маленький процент своего времени. Ну, у меня была энергия, да, тут прям много. Когда я почувствовал, что, ну, все в жизни, жизнь сезональна, да, вообще пять лет, это большой цикл. Большой, большой, большой спринт, а он был успешный, и там, не знаю, 50 или 100 миллионов, там, не знаю, больше 100 миллионов, более, я думаю, 50 миллионов уникальных людей. Ну, миллион прям людей, которые много посмотрели, да, вот, соответственно, которые много из того, что я сделал, посмотрели. И я почувствовал, что мне нужен прерыв. Во-первых, нужно новых дел наделать, чтобы опять новые знания, потому что вот эти пять лет я пытался запис, своими записями, которые я делал за 15 лет работы, да. Когда я все эти записи отработал, у меня бы, либо я могу по кругу ходить, что, в принципе, тоже нормально, да, там, потому что можно топ-10 идей просто повторять. Либо набрать нового опыта, сделать, и я решил сделать перерыв, детокс, потому что у этой работы есть очень больший побочный эффект. Это зона риска, и ты однозначно, к сожалению, это прям зона риска. Эта работа имеет психологическую нагрузку, она опять против человеческой природы, однозначно, да, там. И когда я сделал перерыв, я не скучал вообще, все было супер, кроме одного. Это живые выступления, живые выступления, когда ты с живыми людьми, вот есть взаимодействие, разговор, это единорог, это вещь, это что-то особенное. Вот недавно я в университете выступал, и в конце лекции все студенты поднимали руки, что они хотят, чтобы мы в другую перешли зал, там это про то, это просто энергия в этом зале, да, вот это отклик, это что-то невероятное. Особенно, если это еще молодые люди, у которых все впереди, да, там и так далее, еще юношеский оптимизм, вот эти глаза, я не знаю, что там происходит, я думаю, наука не знает. Это абсолютно не то же самое, что в зуме, сто процентов, это просто абсолютно другие ощущения. Ты чувствуешься настолько живым, настолько появляется ощущение смысла, да, что, и потом, естественно, через пять лет, десять лет ты их встречаешь, они говорят, Оскар, я помню тогда это. Это же, это же просто супер. Вот поэтому я стал скучать, и первое, что я сделал, я себе сделал турне по университетам. Очень часто многие люди хотят начать что-то делать в своей жизни или создать что-то новое, и, как правило, они больше всего боятся, что их осудят, общественное мнение, что им скажут, да, ты не сможешь, или вот это все. И ты, как человек, который делает невероятное количество действий и невероятное количество, я думаю, ошибок, которые ты воспринимаешь, как опыт, и у тебя тоже есть, наверное, подход, да, работать с этим. Как ты работаешь с общественным мнением? Мне нравится эта фраза, что в 20 лет ты думаешь про то, что другие про тебя думают, потом в 40 лет тебе становится без разницы, что про тебя думают, а в 60 лет ты понимаешь, что все это время про тебя вообще никто не думал. 10 лет спустя ты даже свои, если ты очень деятельный человек, продуктивный человек, который просто постоянно что-то создает, вот таких людей просто настолько мало, в основном люди потребляют, 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 если ты просто постоянно что-то создаешь, через 20 лет ты даже не сможешь вспомнить 1% того, что ты какие-то, ну, это просто невозможно. Ты пытаешься вспомнить какую-то, вот 10 лет назад у нас же была тема, и не знаешь, как называлась, ты не помнишь, если ты как создатель, как человек, который потерял миллион долларов, тогда для тебя это было просто вот конец света, как я смог. 10 лет спустя ты даже название вспомнить не можешь. Если ты вспомнить не можешь, что же тогда про других говорить? Сегодня они обсудили одно, завтра другое, третье, через три дня, все это уже опять. Но это так себя можно успокаивать, потому что в момент, когда кто-то тебе говорит то, что ты сам про себя думаешь, да, там Оскар, у тебя отвратительный голос, я каждый раз таку, аааа. Вот, поэтому здесь, мне это тяжело дается, да, потому что публичная работа или работа вот такая, она, или вообще, когда ты становишься таким человеком, про который люди по-любому говорят, потому что ты либо построил много, либо что-то, это по-любому на тебя влияет. И хоть сколько ты говоришь, что тебе, ну, вот, насколько у тебя толстая кожа не было, какой-то определенный человек что-то скажет, или ты что-то услышишь, мимо, да, там. Или вот я вот на велотреке долго жил, в последнее время, и я пытался кмс выполнить, и там один раз просто за трибуной прохожу, и там два человека про меня говорят. что типа один говорит другому что я думаю не сделает он слишком толстенький плакал нет но я про это думал я же потом сделал я же сделал ну блин это же красная мотивация да но она отрицательна не отрицать но мы не можем и мы так устроены мы всегда будем переживать если в твоем племени люди начинают негативно настраиваться против тебя это для нас угроза жизни это чуть не смерть да поэтому люди всегда будут переживать по публичным выступлением можно миллион раз говорить не надо выступать это же просто сцена опять станет язык прилипнет ничего не может сказать это блокады соответственно ну просто идешь и все как бы каравана идет собаки лают или что-то там но здесь есть такой маленький оскар который когда-то верил что он может сделать всех счастливыми что он сможет сделать так чтобы все реализовали свою внуку чтобы вот у всех было все хорошо гармония потребность гармонии потреб и когда ты понимаешь что чтобы ты не делал у тебя всегда будет огромное количество противников это очень трудно переварить эту правду понимаешь человек изобрел вакцину думал он спас спас 10 миллион жизни его половина населения земли его на же называет антихристом что он просто дьявил в чай в читам сатан в час даже видишь да как бы представляю себе человек думал когда я вырасту я стану изобретателем и я спасу и оказывается нет ты просто работаешь на фарм там и так чтобы ты не сделал вот если хотя бы один человек нет ни одного вообще у эллен маска сейчас огромное количество все кто значимые люди они делят мир пополам да как бы за против черное белое поэтому если ты будешь если ты будешь только делать то что где у тебя стопроцентное одобрение ты будешь абсолютно нерелевантный ты будешь просто невидимка как только ты становишься видимкой все кому-то не нравится ты просто похож на того парня который ему пнул в лицо в детстве и все и понеслась вот ты кстати сказал одну из ключевой вот причин почему люди не достигают своей цели людей всегда одни и те же цели да тут мы сколько людьми общаемся да там так или на а почему ты их не достигаешь просто есть всегда конфликтующая цель вот всем нравится это супер вредная конфликтующая цель которая тебе не позволит не в бизнесе не филантропии оказалось бы да ты думаешь вот ты деньги раздаешь что в этом может быть плохое да вот я в северодвинске там пожертвовал построил сделал ремонт вот этой женщины у которой больной ее муж обиделся что весь вся страна увидела что он оказывается не может нормально обеспечить ну понимаешь да вот всегда есть ты не можешь сделать чтобы всем было хорошо вот чтобы ты не делал любой пример мне при этом недавно говорю а есть говорю парника есть лего компания вот эта компания прибыльная большая которая делает только добро люди играют в лего дети становятся предпринимателями лет оказывается лего по полной программе эксплуатирует базовый инстинкт собирательства людей они выпускают вечно новые коллекции ты не можешь никогда закончить лего они не всегда больше 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 да соответственно и они это научились делать лучше всех получается даже лего эксплуатирует базовые человеческие слабости как говорит наш друг боря он говорит что лего одна из лучших инвестиций которые можно сделать вошли не всегда растут цене эти коллекционные наборы и в завершении наверное я такой интерактив придумал одно из упражнений которые мы делали вот на нашем ретрите это было такое письмо себе из будущего да и очень крутая практика которая позволяет появляется артефакт во первых появляется артефакт во вторых это возможность задуматься для человека о том а куда мы идем мне очень понравилась мысль что мы уделяем очень много внимания тому чтобы спланировать свое путешествие и поездку на море но не уделяем совершенно внимательно что станет свою жизнь и это письмо это часть от работы но я конечно же письмо мы сейчас не будем писать но я хочу предложить точнее попросить тебя представить что оскару 72 года и пожелать оскару вот сегодняшнему вот что-то на ближайшие там 30 лет чтобы ты ему пожелал находить какие-то просвет и спокойство потому что мое беспокойство очень важная вещь ну это должна быть волна не слишком долго оставаться да там позволять вот естественному течению не бороться против природы природы да вот находить вот эти тоже периоды спокойствия тоже очень важны тоже очень важны вот чтобы этих периодов было достаточно чтобы нести всю нагрузку который мы несём наверное так уже спокойства моей жизни очень мало и к он конечно же концепцию дома я желаю маленькому оскару все-таки за следующие 30 лет решить проблему что такое дом найти свой дом обрести на пристину на спасибо спасибо